Здарова, братва! Сейчас я иду смотреть свой первый MacBook в жизни. Я уже не могу, блядь, сидеть на Windows. Продает пацан, короче, у меня тут на районе прям. Сейчас приеду, посмотрю, и если, короче, всё нормально, то я его заберу. Единственное, там не работает трекпад, и в основном говорит в идеале. Ну, посмотрим сейчас. Давно хочу MacBook, потому что Windows не могу. Троящая система, это, короче... Надеюсь, что всё получится, и буду монтировать свои видосы уже на MacBook. Поехал я? Ну вот, взял. Деньги есть. Сейчас домой приеду, буду разбираться, что такое. Попозже запилю обзорчик. Короче, я уже дома. Уже прошла неделя, кстати, с момента, как я купил MacBook. Вот. И сейчас пару слов расскажу немножко вообще, что я думаю об этой покупке. Так, ну, вот он мой аппарат. 13,3 дюйма, короче. Я очень рад, сразу скажу, мне очень он нравится. Вот так он выглядит. Вот, со всех сторон его покажу. Состояние у него просто безупречное. У него нету никаких там царапин, сколов. то есть, все порты работают, все работает, не греется. Вообще супер. Ну, ну вот, открывается, опять же, одной рукой. Сейчас расскажу. В общем, когда я приехал его смотреть, он был на зарядке, вот так же стоял, у него не работал тачпад. Я, если честно, думал, проблема гораздо глубже, чем просто замена тачпада, но в итоге за два дня я нашел тачпад, поехал, купил от такого же оригинального, бэушного, потому что китайское чудо я побоялся брать. Все-таки макбук и хочется довезти его дома прям. В общем, я его нашел. Приезжаю к мастеру, короче, сам тачпад стоил три или три, по-моему, три тысячи взял его. И замена три тысячи. Ну, я так подумал, что руки у меня не из жопы, я думаю, поменяю сам. Так и вышло. Минут за, наверное, двадцать максимум. Не спеша, вообще, я все открутил медленно, разобрал и поменял. Ничего сложного совершенно. Я думаю, даже девочка поменяет вообще, то есть, ну, без проблем. Вот. Тут, говорят, проблема отклеить батарею надо, чтобы поменять тачпад. Ну, у меня она сидела еле-еле, потому что батарею уже почти пять лет, вот этой, которая здесь стоит. И она уже сидит, ну, как бы так, на соплях, грубо говоря. Я ее немножко поделал, она легко отошла, ну, то есть, мне повезло в этом плане. Ну, как? С одной стороны, повезло, а с другой стороны батарея уже уставшая и держит полтора часа. Я засекал. Причем держит, что в хроме полтора часа, что держит в сафари полтора часа. Хотя, на форумах пишут, что сафари жрет гораздо меньше энергии. Я не заметил. Ровно полтора часа, и он, короче, вот батарея, вот у меня доходит до 30, когда ноутбук просто резко врубается. То есть, ну, батарея хана. И вот, если зайти вот сюда, вот, вот, написано, требуется, требуется обслуживание. Когда я его купил, я скажу так, система совершенно другая. Вообще, в принципе. Например, даже, вот, открыть окно, закрыть, оно находится не здесь, ну, как бы, эти кнопочки закрытия, а вот здесь вернуть. Ну, прошла неделя, и я просто кайфую вообще от него. Я хочу подчеркнуть, я не какой-то задрот там, но реально, вот этот аппарат, вот, честное слово, вот, правда, вот настолько он классный. Блин, я не могу передать. Вот эта зарядка очень крутая, MagSafe. Раньше я думал, что она называется Mac, но, Mac, MacOS, типа, Mac, MacSafe, Macbook, а называется она Mag, типа, MagicSafe. Вот. Ну, насчет вот этой штуки, кстати, смотрите, тут интересный момент, и никто, кстати, видео это не говорит. Вот, тянешь ее, вот, мизинчиком сейчас поддену, вот, то есть вот, 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 буквально вот, вот еле-еле, вот раз, она все отходит сразу. То есть, с одной стороны, с одной стороны, его нереально, зацепить, но, если потянуть его вот так, да, вот, и только сейчас он отцепился, то есть, и никто, никто об этом не говорит. Смотрите, какая тема. То есть, если вы тянете его вверх или вниз, он легко отходит. Если вы тянете четко его вот сюда, смотрите, пожалуйста, вот он тянется за мной, вот. И опять же, или если вот сюда, он будет за мной, либо если вот сюда. И никто, никто, никто об этом в видео не говорит. Вот. возможно, конечно, что, очень, ну, как бы, надо постараться, чтобы именно под таким углом потянуть. Ну, сам факт. Факт есть факт. Вот. Например, ну, допустим, давайте представим, вот я потянул, вот так. Вот. И он тянется, видите. То есть, как бы, не панацея. Внешний вид, ну, 10 из 10, на мой вкус. Опять же, светящееся яблочко. Это круто. Это офигенно. Вот. Он у меня, получается, 14 года, середина 14 года. Ретиноэкран, это просто нечто. Экран, это просто космос. Он офигенный. Он просто офигенный. Камера это не передаст. По крайней мере, моя, я на GoPro снимаю. GoPro этого точно не передаст. Там никаких пикселей. Вот. Сейчас, короче, вот, по прошествии недели пользования, я день и ночь сидел, изучал, смотрел обзоры, как пользоваться, как там элементарно, какую-то тупо программу скачать. Ничего не мог понять. Сейчас я уже как дома тут вообще. Все четко, все научился. Каждому свое, как бы, я не призываю там всех на макбуки, переходить на айфоны, но мне вот настолько нравится вся вот эта экосистема Apple. Это офигенно удобно. Офигенно удобно. Я вот свой выбор сделал, и все, я вот полностью ухожу на экосистему Apple. Да, хотел сказать самое главное, почему я сейчас ничего не выпускаю на YouTube, потому что я разбираюсь, я изучаю программу Final Cut. Она, когда я только ее открыл, мне казалось, это вообще, я думаю, кошмар. Я в Вегасе научился еле-еле монтировать, но для меня это тяжело дается, монтаж. И вот Final Cut для меня, это просто как вообще другая планета. Как? Что тут? Короче, я понасмотрелся обзоров, в общем, на бумажке там что-то, полно выписывал себе. Ну, уже научился, учусь точнее, как бы, вот у меня в процессе уже, вот как я ехал тут за макбуком, тут монтирую сейчас. В общем, вот это вот, ну, вот это видео запишу, скину, смонтирую, и вот, наверное, смонтирую я буквально за там, часа три все, я думаю, так, подрезаю, уберу лишнее, и выложу на YouTube. Поэтому, вот как разберусь только уже с монтажом, со всей фигнёй, короче, полностью, то буду опять снимать тачки. Вот, опять же, что-нибудь смонтировал, кусок интересно выложил, например, в Instagram, там, или на телефон скинуть. Просто по airdrop, это моментально всё происходит, моментально. То есть, файлы перекидываются реально вообще в миг. Жесты, тачпад, это нечто просто, ребята, это просто нечто. Вот такое ощущение, что вот этот тачпад, это мини iPad, либо экран, экран хорошего смартфона. Он стеклянный, матовое стекло. И вот эти жесты, смотрите, вот, четыре пальца беру, просто протянул вверх, лёгенько, вот у меня, сколько окон здесь. Вот. Все мои запущенные приложения, вниз я возвращаю всё. Смотрите, я делаю его так, вот просто щипок, вот такой вот, раз, вот, делаю щипок. Все мои установленные приложения, вот они. Вот, это все приложения, удалить просто берёшь, и тянешь вот сюда в корзину. Всё, оно удалено. Дальше, вот, что меня просто влюбляет, вот, ну, нереально, вот, просто нереально. Например, я монтирую видео, и допустим, ну, допустим, допустим, я хочу вот, в iTunes что-нибудь там сделать, синхронизировать iPhone. Четыре пальчика, вот, четыре пальчика, кладу, и легко просто провёл. Вот, просто, вообще. Вот у меня ещё один рабочий стол, я здесь могу ещё что-то делать, здесь могу ещё что-то делать, и вот так я могу создавать бесконечное количество этих. Здесь вот, например, у меня ютубчик, вот я, например, смотрю видосик, сейчас я сделаю яркость поменьше. Опять же, кнопочки яркости, кнопки подсветки клавиатуры, кнопки громкости, всё чётко, работает просто, изумительно, вот, и идеально. И вот ты вот просто вот так берёшь, и переключаешься между приложениями. Это офигенно, это офигенно. Я, я не знаю, конечно, как сложится дальше, но я не уйду больше с Apple. Ну, я, короче, вообще не играю в игры, и мне, в принципе, ну, мне не нужен мощный там ноутбук. Здесь анимация, вот, например, сворачиваешь приложение, вот, сейчас, сделаем, вот так, вот, какие анимации, ну, всё красиво. Экран, я уже повторяю, говорил, ещё раз скажу, это нечто просто. Практически 2K экран, клавиатура классная, корпус весь из алюминия, он вообще не греется. Опять же, вот, раз, всё, он уснул, всё, он ушёл в режим сна. Вот смотрите, всё, он проснулся, то есть, экран, ну, выключается, он засыпает, просыпается, то есть, он вот мгновенно, мгновенно, вот так вот засыпает и просыпается. Он молниеносно работает. Ещё, кстати, я менял вот эти ножки все. Когда я его купил, одна ножка у него была такая, как бы, отхераченная, короче. Вот, я купил их за 200 рублей комплект, на Алиэкспрессе они по 80, по-моему, есть, но я купил за 200. Правда, в оригинале они тут такие, как прорезиненные, эти, ну, как пластмасс просто, и, соответственно, скольжение чуть, ну, как бы больше, чем у резиновых. И вот, кстати, единственный, наверное, недостаток, это то, что память 128 гигабайт. Это реально мало, действительно мало. Вот сейчас у меня доступно 73, но я все программы установил, всё, что мне нужно, абсолютно для работы, то есть, ну, как бы, я взял его для монтажа видео, для просмотра фильмов, то есть, больше я ничем, в принципе, не занимаюсь. Ну, вот я прикупил на терабайт обычный жёсткий диск, CiaGate, Barracuda, ну, вот с таким вот переходником, типа на корпус. Просто подсоединяю, и эти все проблемы решены. То есть, здесь у меня программы, а все личные файлы я храню здесь. Два USB, и оба, 3.0 USB, быстрые порты, вот. Что ещё? Ну, про саму систему я не буду рассказывать, потому что я ещё сам её, ну, как бы, изучаю. Вот, батарейка, ну, я сказал, да, уставшая. То есть, я вот жду батарейку, наверное, через недельки-две будет у меня батарея. Тоже буду ставить сам, там всё, на самом деле, очень легко, не бойтесь делать, если вы прям не конкретно рукожоп. Вот ещё, что круто. Многие говорили, что, типа, вот, типа, я на макбуке монтирую без мышки, типа, я думаю, ну, это херня, ну, как бы, ну, мышка, ну, мышка это удобно, ну, я не знаю, я не представлял, как можно монтировать, или, монтировать. Если кто-то монтировал видео, то все понимают, как это, ну, сложно без мышки на тачпаде сделать, это очень сложно. Но это нереально, если честно. Первые два дня, я, у меня не было восторга. То есть, ну, у меня не, ну, как бы, ну, так вот, ну, параллельно, ровно, то есть, тачпад и тачпад. Пока я не изучил жесты, пока я не начал их применять, как надо, это очень круто. Но, опять же, эта вещь, макбук, она крутая не для игроманов, то есть, вот, для работы, для текста, как печатная машинка, как средство для обработки фотографий, видео, это идеальный инструмент вообще. Подсветка клавиатуры классная. Сейчас постараюсь выключить свет, показать. Вот, подсветка клавиатуры, ну, камера, естественно, не передаст всего этого. Вот, здесь две клавиши, то есть, вот, сейчас максимальный режим подсветки клавиатуры. покажу, как могу. Тут еще, бобро немножко по углам искажает, рыбий глаз. Вот, кнопочка, вот, вот, она вплоть до выключения. Также, вот здесь кнопочки, две, яркость экрана, вот она вообще выключается, то есть, настраивается очень гибко. Здесь, вот, звук выключить, тише, громче, вот кнопка включения. Я не знаю, просто, ну, я сейчас вот записываю это видео, и понимаю, что я, я им просто восхищаюсь. Ну, это реально вещь. Вот, правда, это вещь. Пусть он мне встанет там, ну, где-то, наверное, в полотиннику мне встанет, да, с вложений, в 55 даже, может быть, встанет. Я хочу еще поставить сюда, кстати, жесткий диск на 512. Ну, вот это, кстати, самая больная тема, потому что, очень дорогие. Здесь, М2, стоят, жесткие диски. Я тоже не знал, что это такое, я только сейчас узнал, что такое эти жесткие диски М2. Потому что я нуб, нуб, как называют таких людей. Ну, я не особо прохаванный там, технически, то есть. И, короче, ну, мне придется раскошелиться тысяч на 20, это минимум, сто процентов, чтобы поставить это сто процентов. Ну, я не знаю, буду ли это делать, конечно, ну, не знаю, проще, конечно, уже продать его, добавить и взять i7 и 16 оперативки. У меня, кстати, i5 процессор, 8 гигов оперативки, и Intel Iris. Графика. Ну, Intel Iris, это та же Intel HD, которая была 4000, ее просто назвали по-другому. Все, маркетинг. Ну, справляется классно, я уже пробовал выводить короткие видео. Классно, ну, после Windows, рендер видео, ну, это очень, ну, намного быстрее, я не могу, у меня эмоции зашкаливают просто. Реально, я им восхищаюсь этим ноутбуком, честно. Вот, кстати, больше всего мне понравился обзор обломова на макбук. Ну, я поначалу думал, что, блин, он перехваливает его, но я реально, если сейчас понимаю, что я практически, у меня такие же эмоции, то есть, блин, еще чуть-чуть и я кончу на этот ноутбук. Короче, ну, реально классная вещь. На самом деле, чтобы понять то, о чем я говорю, надо им попользоваться. Вещь классная. Если просто там, ну, как бы смотришь фильмы там, ну, не поймешь. Просто я использую его, как бы, многооконность, вот эти жесты, это круто. Например, вот вчера я смотрел футбол, потом, я смотрел футбол, короче, отключил звук, я резервную копию делал, да, вот я айфон продавал, и что-то еще, и в три окна постоянно, и я вот просто вот раз, 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 так вот постоянно там, 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 офигенно удобно, просто офигенно. В общем, в заключение, что хочу сказать, что сейчас я вот доразбираюсь и начну опять снимать, поэтому, как бы, ну, кто на меня подписан, там немножко подписчики растут, медленно, наверное, не снимаю видео, потому что, ну, реально разбираюсь, то есть, как бы, не хочу, видишь бы, что выкладывать, как бы, вот, я и так не супер обзорщик, вот, так что, как разберусь, то буду чаще выпускать видео, но это тоже видео, наверное, кому-то будет интересно, возможно, не знаю, кто решает, там, брать, не брать, брать, однозначно брать, не для игр, для чего угодно, только не для игр, очень удобно, экран смотреть видео, одно удовольствие, у меня 4К телек, правда, TCL, он китайский, там, типа, говорят, матрица, Samsung, все дела, ну, хорошее изображение, смотрим теперь все на макбуке, потому что он не греется, еще, кстати, забыл сказать, вот, смотрите, откуда выходит воздух, вон, вон, вот, оттуда выходит воздух, то есть, это о чем говорит, вот здесь, вот, это колонки, то есть, это не, многие обзорщики говорят, такие, про макбуки, типа, вот здесь он всасся, но это колонки, это отверстие для колонок, а вот оттуда он выходит, короче, горячий воздух, и под нагрузкой, то есть, вот я могу положить его на одеяло, там, куда, на кровать, то есть, для этого он предусмотрен, то есть, он не греется, все ноутбуки на винде у меня грелись при просмотре фильмов, тупо просто я смотрел фильм в браузере Chrome, у меня жестко грелись ноутбуки на одеяле, здесь вообще, он, вот, ну, вообще, ну, блин, просто поверьте на слово, не греется совершенно, при монтаже видео, да, он, он не греется, он тепленький такой, и вентиляторы шумят, ну, приятно, тут один вентилятор, ну, он работает как-то, ну, звук не напрягающий такой, то есть, нравится во всем, я еще ни одного недостатка не обнаружил, кроме того, что, его нельзя апгрейдить, то есть, здесь, память оперативная распаяна на плате, а M2 диск стоит очень дорого, то есть, ну, как бы менять его, ну, не особо есть смысл, и опять же, можно винду второй системы установить, там, ну, кому-то может быть пригодится, мне вряд ли, вот, но если бы была у меня, например, память большая, возможно, я для прикола бы сделал, там, разделил, ну, как бы, 200 на винду, и 250 сделал бы на macOS, вот, и так, пользовался бы двумя системами, возможно, пригодилось бы когда-нибудь, после винды, тут настолько все элементарно, просто, плавненько, ни одного, микро подлагивания даже, какого-то глюка не было, ни одного вообще, идеальная работа, вот, системы, кстати, обновления приходят, я, у macOS Mojave, или как она называется, пришло мне на днях обновление, самое последнее, короче, все, встало, четко, классно, тьфу, 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 хоть я не суверен, но все равно, ну, вот, так что, я очень рад покупке, прям, очень рад, я прям, в восторге, честно, от этой техники, прям, класс, вот, и, кстати, новые маки, ну, не особо мне нравятся, потому что, там идет, USB Type-C, уже, вместо Mac Safe, хотя, это такая, спорная, ситуация, потому что, там можно заряжать от Powerbank, даже, тот, MacBook, вот, ну, а здесь, иногда, вот этот, Mac Safe, он может спасти, иногда, но это не панацея, то есть, ну, видите, вот, опять же, вот, тут, никакой постановы, братва, вот, выдернул, и вот, одним кадром, съемка идет, и вот, пожалуйста, то есть, вот, сейчас вышел, ну, короче, вы поняли меня, то есть, не панацея, при определенных обстоятельствах, он может вылететь, короче, вот так вот, так что, и, кстати, еще очень хорошо, что я, заранее, вот этот, жесткий диск, форматировал в XFAT, и теперь, как бы, читается он, и в винде, и в macOS, вот, так что, все, на этом, я думаю, заканчивать, я, короче, можете меня поздравить с покупкой, я рад, вообще, ну, нереально рад, это одна из моих лучших покупок за долгие годы, так что, все, всем пока, давайте, подписывайтесь, там, смотрите видосы, ставьте лайки, дизлайки, там, комментируйте, и все такое, короче, всем пока, все, что, все,